Лучший священник Послание к евреям, 7 глава, с 11 по 22 стих Итак, если бы совершенство достигалось посредством левицкого священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона, ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику, ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди Плотской, но по силе жизни непристающей, ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства. Но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано, клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека, то лучшего завета поручителем соделался Иисус. Размышления. Часть 1. Лучшая надежда. Послание к евреям, 7 глава, с 11 по 19 стих. В евреям, которым было адресовано послание, было бы нелегко принять концепцию Иисуса священника, потому что он происходил из колена Иудина, а не из Левина. Идея о том, что Иисус наш великий первосвященник, тоже, казалось бы, противоречила Божьему закону, в котором священство установлено по чину Аарона, потомка Левия. Поэтому автор объясняет, что закон и левицкое священство были несовершенными, поскольку история Израиля доказала, что через них невозможно достичь спасения от греха и примирения с Богом. Божьему народу нужен был лучший священник, авторитет которого основывался не на древнем происхождении и не на установлениях закона, но на силе его неперестающей жизни. Иисус Христос – наша лучшая надежда. Он сделал то, чего не могли закон и священники. Открыл грешникам прямой доступ к совершенному Богу. Почему вы благодарны за лучшую надежду в Иисусе Христе? Как вы сегодня можете еще больше прилизиться к Нему? Размышления, часть 2. Лучший завет. Послание к евреям, 7 глава, с 20 по 22 стих. Важно и то, что священству Христа, в отличие от левицкого, было утверждено божественной клятвой. Автор цитирует Псалом 109, 4. Когда утверждалось левицкое священство, Господь не клялся, что оно будет постоянным. Священство же Иисуса абсолютно и вечно. Он сам гарант этого нового, лучшего завета, заключенного Богом через Его смерть и воскресенье. Иисус Христос обещает, что Бог простит наши грехи, и ничто в этом мире не сможет отменить это обетование о спасении или помешать его осуществлению. Как вы можете быть уверенны в своем спасении? Как понимание неизменной и вечной природы Божьих заветных обетований отражается на вашем отношении к жизни? Молитва Бог Отец, спасибо Тебе за посланного Тобой совершенного священника Иисуса и за новый, лучший завет, который Ты утвердил его смертью и воскресеньем. Помоги мне жить в свете этой вечной надежды и рассказывать о ней окружающим. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь.